Добрый день, уважаемые коллеги! Рада всех приветствовать! Спасибо за предоставленную возможность участия в конференции. И тема моего сегодняшнего выступления звучит именно так – технологии электронного обучения в вариативных формах дошкольного образования. Вообще, использование цифровых технологий в современном дошкольном образовании – это уже давно не новшество, а скорее давность. И продиктовано это стремительным развитием информационного общества, широким распространением технологий мультимедиа, образовательно-информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве средств обучения и воспитания. И уже сегодня цифровые технологии являются необъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Это не только доступно и привычно для современных детей, но и становится уже привычным и доступным и для современного педагога. И как вы видите на слайде, цифровизация дошкольного образования, она предусмотрена сегодня по всех нормативных документах педагога. Елена Александровна, минутку, нажмите кнопочку «Начать демонстрацию», презентация не видна. Простите, пожалуйста. Вот первый слайд, те нормативные документы, о которых я говорила, и где предусмотрена как раз-таки цифровизация современного образования. И вот как раз-таки мы с коллегами, опираясь на вышеизложенные все документы, всегда старались искать в своей работе какие-то новые формы, методы и приемы. Конечно же, искали всевозможные реализации ключевых принципов, целей и задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Вот одной из таких новых форм дошкольного образования стал сетевой проект «Развитие дистанционного образования как элемент сетевого взаимодействия». Проект этот был долговременный, начался он в 2017 году. И актуальность и значимость проекта как раз заключалась в том, что при таком варианте общения, при таком сетевом взаимодействии у всех участников сохраняются все преимущества, так сказать, живого общения и режим реального времени, когда все происходит здесь и сейчас. Когда не нужно выезжать за пределы родного города и даже покидать пределы детского сада. В наших условиях сегодняшней самоизоляции считаю, что это очень актуально. Но при этом все участники имеют возможность соотносить свои достижения с достижениями участников других городов. Данный проект стал возможен в рамках сотрудничества с кафедрой информационно-какуроводной технологии при Челябинском институте профессионального повышения работников образования под руководством Елены Тережинской. В рамках данного сетевого проекта было проведено несколько телемостов с воспитанниками и педагогами разных городов России. И был проведен один международный проект, где дети знакомились в Чехии и где наша коллега Елена Тережинская успешно представила наш опыт зарубежным коллегам. Несомненно, такие мероприятия учат достижения успеха, дают новую реальность и дают хорошую платформу в рамках международного масштаба. Но за время работы в данном проекте мы пришли к выводу, что в рамках таких сетевых взаимодействий не предусмотрена коммуникация детей и родителей, родителей и педагогов. И нам нужен ресурс, который бы смешал в себе все инструменты коммуникаций и образовательные технологии. Такой ресурс в сегодняшний день есть. Это образовательный контент, мобильное и электронное образование. Лично мое первое знакомство с данным ресурсом состоялось в 2018 году. И с того самого дня, наверное, не было дня, вернее, когда бы мы не использовали этот ресурс. Не исключаем мы их периодов и периоды самоизоляции, даже выходные наши родители пользуются данным ресурсом. Так, представляю вам мобильное образование, разработчик и поставщик системных программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта. Данный ресурс обеспечивает качественное доступное образование для различных категорий детей, учащихся и воспитанников. Их также здесь для детей подходит с ограниченными возможностями здоровья для высокоматерированных и одаренных детей. И обеспечивает создание безопасной цифровой образовательной среды. К тому же мы обеспечиваемся рекомендуемой Российской Академии Наук, соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта и отвечает гигиеническим требованиям к цифровым учебным пособиям. Во время занятий с мобильным образованием ребенок не имеет доступа к опасному контенту. Именно потому, что ресурс мобильного образования размещен на сервере в защиту персонализации данных. Вообще, МЭЛ это уже проверенный контент, которому можно доверять. Данный образовательный ресурс мобильного образования подходит для любой формы дошкольного образования. Это и общеразвивающие дошкольные учреждения, детские сады, комбинированные учреждения, в составе которых могут быть как общеобразовательные группы, так и группы для детей с различными отклонениями. Это и центры дошкольного развития, группы кратковременного пребывания детей, дошкольные группы на базы школ или других учреждений. И также этот контент подходит для обучения детей в рамках семейного воспитания и для детей, не посещающих детский сад. МЭЛ предлагает полный курс дошкольного образования и широкий набор инструментов для работы как в группах, так и индивидуально, вне зависимости от того, по какой общей образовательной программе работает дошкольное образовательное учреждение. Тематический план программы содержит 36 тем, построен в логике календарного года и может являться дополнительным компонентом к инфляционным развивающим занятиям дошкольных учреждений. Познавательная деятельность, развлекательная и доступная форма, которая понятна и интересна детям. Мультимедийные объекты мобильного и электронного образования включают в себя задания и анимированные различные элементы по всем темам, при помощи которых дети развивают и логику, и мегуум, и познают окружающий мир, и самое главное, вырабатывают в дальнейшем обучение. Интерактивные занятия мобильного и электронного образования позволяют педагогам подобрать оптимальные развивающие форматы, учитывая особенности каждого ребенка и при этом использовать им визуальный подход к делу. Эффективность МЭО обоснована воздействием на все три канала восприятия – визуальный, аудиальный и технологический. В арсенале приложения также доступны всевозможные картинки, анимации, полости, текст, музыка, различные манипуляции с карточками. Все объекты, мультики, цвет, фон, форму и предполагаются различные варианты использования. МЭО используются в ходике с уже доказанной эффективностью, и такой подход, конечно, формированный, расширяет политические эффективности, и позволяет перенести эти навыки в повседневную жизнь. Яркое подтверждение всесказанному – это наши занятия. Все задания к занятиям тщательно подобраны и продуманы, направлены на развитие физических процессов. Вы можете использовать эти занятия как в групповом, так и в индивидуальном порядке, как на закрепление и повторение материала, так и для знакомства с новыми. Вообще, в этом и главное преимущество материального образования, что вы можете сами конструировать свои занятия и предложенного материала. Главное, что весь материал, который вам необходим, он уже подобран и сфиксирован по разным темам. На слайде вы видите фото занятия, которые мы сконструировали совместно с воспитателем, то есть я, как учитель-дисколог, совместно с воспитателем провели такое занятие. Сначала мы подобрали объекты, которые нам нужны для обобщения темы, из предложенных в МЭО, а затем уже непосредственно посчитатель провела саму лепку. Вообще, очень легко и провести свои занятия, потому что вся информация, которая необходима для проведения, она уже подобрана и сфиксирована по всем темам. Здесь подобраны, можно также из минуты, пальчиковые гимназники. А для поэтапного выполнения заданий, в правой половине слайда, даются четкие и наглядные инструкции. Инструкции не только словезные, они и демонстрируют очень четкие и последовательные. И с таким сопровождением, как нам предлагает МЭО, это оборудование, продукты, которые получаются у всех, получаются красивыми, самостоятельно. Конечно, это очень важно для людей. Это мотивирует их на дальнейшее обучение и создает ситуацию с тех. Сейчас на слайде занятие, которое мы проводили совместно с муниципальным руководителем. И так вот здесь и прослушивание объектов медиотеки, которые присутствуют в мобильном образовании. Дети узнавали изученные ранее муниципальные произведения и были проведены релаксации. Вообще, с объектами медиотеки, где собрано огромное количество муниципальных произведений по разным делам, очень легко конструировать занятия, выбирать музыку для какого-то фронового сопровождения. Можно проводить физку, можно просто порелаксировать, поиграть в каком-нибудь. Также, благодаря контенту мобильного образования, мы продолжили свои дистанционные знакомства, которые начали в 2017 году. Ну и уже в рамках данного проекта, проекта МЭЛ-МЭЛ, мы проводили совместно с педагогами разные дистанционные проекты, теми педагогами, которые уже сегодня работают. Например, на просторах детства ребята впервые узнали, что такое настоящее письмо, наши ребята дошкольники. И даже сами написали ответ в качестве отпечатка разноцветных своих ладошек школьницам города Санкт-Петербурга. Также мы получили посылку гостинцами от девочек-пятиклассниц, которые в интересном для детей формате рассказывали о достопримечательности своего города. В честь дня прорыва блокады, 27 января, у нас была литературная композиция, я говорю, что возле блокады принимали участие юридические педагоги в четырех городах, и дети читали стихи о войне, а также подзывки экономы отменяли копцию блокадного ферма. И вот 3 марта, в честь Всемирного дня, у нас был такой веселый, но тем не менее познавательный проект, который назывался «Кота Мэйл», где дети тоже с разных городов делили знания о самых известных городах России. Вообще у нас впереди еще много интересных и запланированных проектов, которые, я надеюсь, нам даться осуществить. Благодаря такому дистанционному общению в рамках проекта «Мэл Мэйл» дети получают начальные основы географии, узнают исторические факты из жизни городов и разных стран, знакомятся в тщательности, в значимом событии, а главное – учатся общению, взаимодействию. Конечно, все это дает такой мощный толчок к развитию, способствует развитию состоятельного, реорганизованного, реактивного, ситуации познавательного, следовательства деятельности. А самое главное – мотивирует детей в учении новых знаний. И в условиях сегодняшних, в условиях дистанционного обучения, в самоизоляции, я считаю, что контентное обучение – дистанционное обучение – это же взаимодействие педагога и детям, что стоит на состоянии, которые реализуются посредством технологии. Главная цель такого обучения – это предоставить ребенку возможность получить образование на дому. И вот здесь многие педагоги-дошкольники столкнулись с такой проблемой, оказались перед выбором не только, в какой форме проводить занятия, но и какое средство дистанционного обучения, в какой платформе занятия. Задача педагогов была в том, чтобы предложить родителям более разнообразные и эффективные методы при работе. Родители в большинстве своем не педагоги, поэтому рекомендации были очень жуткие и понятные. Педагогам необходимо обеспечить родителей институциями, карточками с заданиями, презентациями, видеороликами, соответствием с темами, ставить в форме обучающих и развивающих занятий. Перед нами педагогами, которые работают с электронным обучением, таких проблем и таких задач не стояло, потому что все вышеперечисленное уже есть в образовательном ресурсе. Вся необходимая информация для занятий, она собрана, систематизирована по темам. А нам оставалось только продумать некую функцию для родителей, как они могут работать с контентом мобильного распространения, и указать, какие теоретические изучения. Вот на левой стороне слайда, вы видите, был у нас такой алгоритм для педагогов на одну неделю по одной изучаемой тени. Согласно данному алгоритму, каждый педагог составлял тематическое планирование для родителей, указания мастертов мобильного распространения. И в данном алгоритме, конечно же, были учтены все занятия, не исключая занятий по продукции. Именно по данному алгоритму затем уже было создано такая некая видео с правой стороны слайда для родителей. С четким указанием темы недели, ежедневных занятий, нахождением объектов МЭО и распределением самодельного и института. Конечно, если вы уже работаете с мобильным образованием, вам не нужно искать никакие другие платформы для проведения онлайн-занятий. Так как в мобильном образовании смотрим такой инструмент, как конференция, который расположен в личном кабинете пользователя, и там вы можете подключаться как с родителями, так и с детьми. Каждый участник образовательного процесса может подключиться для общения в любое время. Очень удобно. Общение с родителями мы также осуществляем через инструменты, личные сообщения. И инструкции по работе с мобильным образованием, видеоинструкции для родителей в поведении занятий в доме. Другие материалы МЭО вы можете найти на канале и в группе Ассоциации детских садов мобильного образования, которая есть в фейсбуке и вконтакте. И, конечно же, все преимущества и достоинства мобильного образования оценивают только наши педагоги и наши родители, которые именно благодаря чувствуете педагога про статьи и доступность самого контента, а также содержательные и храмотно продуманные интернет-занятия мы смогли обеспечить своим детям качественное образование в условиях самоизоляции. Особенную радость у нас у педагогов бывает тот факт, что занимались с контентом не только родители и образовательных, но и детки с особенностью развития. Обучение вместе с МЭО также в условиях самоизоляции позволило нашим родителям эффективно и грамотно организовать и к тому же общение и родителей в такой форме становится очень полезным. Потому что в таком формате общения родители, конечно же, больше узнают о своих детях, о своих потребностях, желаниях и способностях. И мы с педагогами не останавливаемся на гостях. В сегодняшний день наш детский садок имеет статус экспериментальной цельщатки. образования и мы активно распространяем свой опыт через экстрактную мы всегда готовы к общению и к сотрудничеству. Меняйтесь в этом садоке. Всем спасибо. Парни. Продолжение следует...